Нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас вопрос всегда, естественно, про грань мы поговорим во второй 10 минутке. Вы знаете, люди любят, что вы рассказали про грань. Во-первых, почему робот-сервер 1989? Я так и знал, что это будет первый вопрос. Почему? На самом деле это просто мой ник вообще по жизни. И как бы робота мы решили назвать так, как зовут меня. Год рождения? Да, в социальных сетях у меня везде ник сервер 1989. И это проще везде просто запоминать и все. У Ильгиза другой ник. Но он не обиделся? Как бы ваш общий робот и… Нет, мы все делаем вместе, мы же команда, поэтому… Банда? Не банда, пока не банда, мы просто команда. Не, просто есть… Опять нас, конечно, все равно поругает, что мы анекдоты рассказываем. Но это когда два одесских бандита стоят, ну, подходит третий. Как надавал обеим. Ну, он говорит, знаешь, почему он, говорит, не убил? Он говорит, нет, потому что мы банда. Ну, понятно. Ну, я перед тем, как идти беседовать с вами, я посмотрел цифры и все остальное. У вас, в принципе, такая более-менее ровная доходность была, что мне и понравилось. То есть не было сильных таких катаклизмических явлений, которые были у некоторых роботов. Я видел, что некоторые роботы под конец соревнований учат для того, чтобы показать суперкрутую доходность, что не совсем правильно. И подтверждает мое мнение о том, что люди, которые многие приходят на лчи, я иногда не понимаю цель, которую они преследуют. Скорее всего, может показать другим, что они могут. И я видел, когда люди не работают по алгоритму, я специально посмотрел вашу доходность, вашу кривую, сравниваю четыре ближайших соперника. У вас была очень неплохая кривая. От этого следует вопрос. Ваш интерес именно как раз прихода на лчи. Я до этого вас спросил, вы сказали, как бы деньги у нас есть, инвесторы у нас есть, свои деньги есть, у нас все хорошо, нам, в принципе, деньги не интересуют. Поэтому просто интересно. Нам, наверное, было интересно, в первую очередь, посмотреть, что наш продукт может по сравнению с другими продуктами и как бы сравнивать уже в этой, как бы, ипостаси. Вот. В принципе, мы довольны результатом, то, что у нас получилось. У вас получилось, насколько я видел, 120 процентов, по-моему? Ну, примерно 130 процентов, да. На самом деле, там чуть поменьше, если так убрать чисто, уже чисто там, потому что не учитывается там комиссия брокера, там чуть цифра. Ну, официально, да, это 130 процентов. За меньше, чем три месяца? Ну, да, да, там вот, когда вот все это в течение этого конкурса. То есть, мы довольны результатом, мы посмотрели, что мы, в принципе, на сегодняшний момент, да, среди тех, кто, опять же, участвовал, потому что многие не участвовали, там, по разным родам причинам. Да. Вот. Среди тех, кто участвовал, мы понимаем, что мы, там, в среднем, как бы, свинья. Может быть, там, мы не на высоте, но мы в среднем, как бы, вот, на таком уровне можем конкурировать, там, и понимаем нашу позицию, да. Ну, вы не похожи, как бы, я вам честно тебе скажу без обид, что вы не похожи на мальчиков, которые хотят с кем-то конкурировать. Я думаю, вы, как бы, вы не похожи, знаешь, я людей довольно-таки достаточно хорошо знаю, я вижу, кто пришел с кем-то поконкурировать, а кто пришел, как бы, просто делать свою работу хорошо. Вы как раз, и я такой человек, меня не всегда, может, за это любят, я говорю, окей, вы не похожи на мальчиков, которые именно пришли поконкурировать. Я объясню, чуть-чуть объясню, потому что мы по образованию не математики, и мы не программисты, то есть мы больше к такому, относимся к себе, как сейчас модно говорить, к либерально-экономическому, там, так сказать, крылу, да. То есть мы не можем конкурировать с, вот я опять же повторюсь, да, с математическим, там, да, там, как бы, укладом, да, или с тем, кто очень хорошо разбирается, там, в программировании. Мы наработали определенную статистику и понимаем, что, опять же, среди определенных кластеров есть своя конкуренция в этом плане, то есть в своем, как бы, звене, в своем, ну, я не знаю, там, в своей нише, да, мы, я говорю, что мы позиционируем себя как среднее, чтобы понимать, много это или мало, достаточно это сегодня или нет. То есть не сегодня это да, а сегодня это достаточно. Возможно, когда будет другой рынок, да, хуже, лучше, это никто не знает, как и чего. Ну, надо постоянно, как бы, брать такую вот лакусную бумажку и смотреть. Постоянно, да. Мы, мы, как бы, в теме, да, или мы не в теме, мы можем там что-то потенциально улучшить. То есть ты хочешь... То есть итог конкурса показал, что пока нам не нужно ничего улучшать, мы, в принципе... Ты хочешь сказать, ты хочешь сказать, что на самом деле это просто было именно сугубо для сравнения в теме или не в теме. Просто элементарно, я не говорю о каких-то сложных книжках, и вы прекрасно понимаете одну вещь, что эта цифра, это не просто крутая цифра, это мега цифра на самом деле. За квартал показать такую доходность, да, ну, при условии только, если у вас как не какой-то скальпер, который на 50 тысяч рублей колбасит, ну, тогда действительно никому не интересно. Ну, так, так как я смотрел, у вас не скальпирующий рот. Нет, у нас не скальпирующий рот, у нас, как-то сейчас модно говорить, хотя я не совсем понимаю, что в это понятие вкладывается, это свинг-трейдинг, что-то такое. Мы удерживаем, мы можем позицию там несколько дней, можем внутри дня, как бы, закрывать, если видим... Сугубо по сигналу. Сугубо по сигналу, сугубо по алгоритму. Вот, собственно говоря, вот так вот. Ну, просто доходность, на самом деле, я смотрел, я вчера специально седал, всегда, когда приходят гости, я смотрю, особенно тех, кого приглашают, я специально пошел, посмотрел, я посмотрел там частоту сделок, чтобы просто в теме быть вместе с вами. Ну, на самом деле, это результат феноменальный, это результат феноменальный на самом деле, потому что стратегия у вас, она может мультиплицироваться, то есть она может работать и на довольно-таки приличных деньгах. Я посмотрел некоторых других роботов, где они там в стакане снимают заявки, все остальное, это немножко другие игры, да, там можно снять 10 контрактов, но это тема неинтересна, это там 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. У вас, я так понял, робот, который действительно может работать на более крупных суммах. Ну, мы говорим про масштабирование, да, как бы система, она, мы закладываем нашу систему не более, вот наш, ну, как бы статистика показывает, не более 3 миллионов рублей, ну, к счастью или к сожалению, не знаю, то есть больше уже нет смысла дальше реинвестировать ту прибыль, которая там, соответственно, получается. Ну, обычно идет так, что с какой-то хорошей стратегией рождаются другие новые. Тогда вот расскажи... Для этого нужно, как раз, я здесь перебью, для этого нужно понять, где мы сейчас находимся и постоянно быть в том плане, что смотреть, есть ли потенциал для усовершенствования или нет. К сожалению, цифра, к сожалению, цифра, она, я не думаю, что она тебе показывает, где ты находишься. Если бы ты показал за квартал 30% и твои стратегии масштабируют, то тебе нечего меряться с мальчиками, которые... Ну, я не совсем сложусь, почему, Александр, потому что, если бы все, допустим, показали отрицательный, ну, теоретическую модель возьмем, да, все показывали отрицательный результат, да, на ЛЧ или неважно где, любой другой конкурс, да, и мы смотрим, да, у нас, допустим, там, минус 12%, наихудший результат, допустим, там, минус 50%, наилучший, там, минус 3%. Это хорошо или плохо? Еще раз объясняю, все зависит от того, в каком рынке вы находитесь, какая у вас стратегия. Конечно, я о том же говорю. То есть мы... Вы показали, извините, что я перебью, вы показали результат на не самом лучшем рынке. За последние несколько месяцев, если действительно посмотреть, да, то только более-менее в декабре рынок сделал какое-то движение. То есть вы показали результат не на самом лучшем рынке, что вдвойне заслуживает уважения. Александр, главной задачей было создание этого робота, чтобы исключить человеческий фактор, чтобы не было, там, я думаю, я считаю, а робот выполнял чисто те действия, которые предусмотрены стратегией, и все. Вот за счет этого мы, как бы, в таком рынке и показали такой результат. Были бы еще больше движения, но, я думаю, доходность была бы еще больше. Естественно. Но... Ну, не факт. Не факт. Ну, не факт, конечно. Я бы не согласился с тем, что какой-то был рынок, потому что... Ну, Сережа прав, объясните, почему? Потому что, если бы действительно робот, особенно свинговый робот, который там может зацепить нормальное движение, да, взять 3-4-5 тысяч пунктов, таких движений не было за эти три месяца? Ну, они были, но их поломало. Два раза. Ну, 3-4-5, да. Если вы их, как бы, поймали постоянно, то это очень хорошо. Ну, приятно, на самом деле, иметь дело со скромными, дорогие радиослушатели, у нас очень-очень скромные ребята. Видите, результатом 120% за квартал у нас... Ильгиз у нас вообще очень скромный человек. В прошлом году он тоже участвовал в этом, он тоже участвовал, только под своим уже ником, и набрал на середину, по-моему, дистанции конкурса, там, достаточно неплохие проценты, если посмотреть по статистике, там, если бы он остановился просто, да. Ну, как бы, чем этот конкурс прелестен? То, что до конца нужны... Вот, если ты торгуешь интердей, да, ты спекулянт, ты до конца идешь на всю эту дистанцию, то там, вот, самое главное, выдержит этот момент. Ну, в этом году немножко, вот, ну, вот так получилось, рынок такой. А вообще, вот, в прошлом году Ильгиз был, по-моему, как, если мне не изменяет память, на восьмом месте. В этом году он был из людей... Как частник. На 40-каком-то я закончил, да. В этом году он, конечно, не такой хороший результат показал, но на середине дистанции он был лучше. И если бы он остался на этих показателях, то он был бы лучше из людей. Вот, но это чисто руками торговать интердей. Это не среднесрочная торговля у него. Дорогие друзья, у нас в гостях Сергей Лепехин и Легис Кутузов, участники конкурса ЛЧИ под ником Robotserver1989. У нас прямой эфир, телефон студии 6510996. Звоните нам, задавайте вопросы, потому что гости очень интересны. Я хотел бы, чтобы мы, например, попробовали в следующей 15 минутке как раз поговорить, как вы именно к этому пришли. Потому что обычно как приходят к роботостроению? Все начинают ручками и потом приходят к роботу. Поэтому, дорогие друзья, еще раз, телефон студии 6510996. У нас прямой эфир. И в гостях Сергей Лепехин и Легис Кутузов. Звоните, задавайте вопросы. А у нас короткий перерыв на новости. Да, еще раз, дорогие друзья, добрый вечер. У нас прямой эфир 6510996. Звоните, задавайте вопросы. Сайт finam.fm. У нас прямой эфир. И в гостях Сергей Лепехин и Легис Кутузов, трейдеры и участники конкурса ЛЧИ под ником Robotserver1989. Ну, следующий стандартный вопрос. Как вы пришли в этот бизнес? Давай, Легис, с тебя начнем. Ну, это непосредственно к торговле вы имеете в виду? Или вот непосредственно к роботу строению? Сначала торговля, потом роботы. Значит, у меня стаж уже где-то с ноября 2006 года. Я пришел первый раз, первая моя сделка. Я помню, это был Сбербанк привилегированный. Естественно, покупка. Потом было пару там неудач. Наверное, как у всех начинающих. Осознанно торговать начал, наверное, после длительного периода. Уже, наверное, после 2000... Осознанно, я имею в виду, когда появилось понимание, хоть какое-то, да? Осознанно, это после кризиса 2008 года. Ну, я имею в виду... А что повлекло за собой сознание? За всю историю я слил где-то, наверное, три депозита. Три депозита у меня было слито. И физически я понял, что нужно что-то менять. И нужно было понять, что конкретно. Какое-то время я вообще не подходил к монитору, не торговал. Смотрел, анализировал. Очень долго наблюдал. Статистика, статистика, еще раз статистика. Смотрел, как, что лучше. Да, наверное, первая половина 2008-го все-таки. Значит, потом выработал для себя определенные правила. Ну, наверное, так, как и все. Это, наверное, вы слышите каждый раз. И вам, наверное, тоже... И всем родом, слушайте, так интересно. Значит, после выработки этих правил наступает самое сложное. Нужно им следовать. Это самое сложное, и это все понимают на определенном этапе. После того, как я видел, что когда ты следуешь правилам, и у тебя есть результат, который можно положить в карман, а потом... Ты решил, что лучше правила не нарушать. Совершенно верно. То есть, зачем нарушать те правила, которые приносят тебе, ну, грубо говоря, золотые яйца, да? Вот. После этого первый раз про роботов я, наверное, услышал где-то... Наверное, как раз в 2008-м году, когда я участвовал тоже в конкурсе ЛЧИ. Тогда мой депозит был полностью слит. Вот. Дальше заговорили о том, что такое количество сделок, там кто-то занял какое-то место. Невозможно сделать ручную. Это все делают определенные программы, роботы, программисты и так далее. Это было первое, как бы, знакомство. Ну, я на это не обращал внимания, потому что у меня были совсем другие, как бы, задачи, цели. Для меня было правильным соблюдать те правила, которые я для себя выработал. Через какое-то время я понял, что я действую по какому-то алгоритму, и это мне приносит соответствующий результат. Я подумал, а что, если каким-то образом эти действия как-то формализовать при помощи какой-нибудь программы, которая совершала бы операции за меня, грубо говоря. А мне нужно было бы просто контролировать наличие интернета, резервного канала и так далее. Лень победила. Наверное, да. Но тогда еще такая мода была. То есть у любого спросишь, там каждый занимался роботами. То есть куда там... Я уже на самой последней стадии зашел вот в эту, как бы, в эту тенденцию. То есть и потом у нас произошла встреча с Сергеем. Вот мы как-то так вот скооперировались. И уже командно выработали, кто там за что отвечает в нашей команде. И поняли, что нам это интересно, что мы можем... Да, еще появился такой момент. То есть раньше вручную мы могли торговать не по многим стратегиям, да, не по многим алгоритмам. Когда появляется возможность что-то соалгоритмировать... Особождаются руки. Особождаются руки. И появляется огромное, так сказать, поле для дальнейших действий. То есть мы понимаем, что... А что если так, а что если так? То есть уже появляется много разных алгоритмов, которые приносят, там, ну, разные результаты. В зависимости, опять же, от масштаба. Кто-то... Какой-то робот нам дает, там, сигнал на дневных. Какой-то там на... Ну, ниже пяти минуток мы не опускаемся, поэтому вот на пяти минутках, да. А самые прибыльные для вас какие? Какой таймфрейм? Часовики. Часовики самые... Ну, опять же, тут надо смотреть масштабируемость. То есть мы не можем делать, допустим, там, 200 или там 300 контрактами, ну, пари, допустим, да, на минутках там или на... Мы это можем делать, но у нас, к сожалению, алгоритм такой, что мы этого не можем делать. И у нас нет, опять же, я вам говорю, такого превосходного математического образования, да, и компьютерного, компьютерных навыков. А кто из вас двоих в тандеме выполняет какую роль? Ну, в каком плане вы имеете в виду? Ну, в прямом, например, один есть, вот, как ты правильно сказал, я тоже математически на уровне школьной программы. Ну, лучше. Да, подкованный, да, то есть высшая математика для меня как-то что-то такое загадочное, где-то фантастическое. Но я генератор идей, да, например, у меня тоже есть ребята, с которыми я общаюсь, программисты, то есть я участвую в том, что я делаю. Я участвую в двух ситуациях. Либо я полностью генерирую идею и веду ее до конца, либо человек ко мне приходит, там, идея сгенерирована на 20-30%, и я путем того, что просто хорошо знаю рынок, и путем того, что могу посмотреть, что, например, система выдает, могу очень быстро, когда в течение, там, часа, двух, посмотреть, что нужно добавить, чтобы, например, ее улучшать лучше любого оптимизатора. Вот из вас двоих. У нас еще есть, ну, еще один КМС. Я понял, хорошо. Из вас троих. Из вас троих, да, из вашей команды, из трех человек. Кто выполняет какую роль? Ну, я выполняю, я слежу за роботом, его запускаю и за технические, так скажем, моменты слежу. То есть ты железом занимаешься? Ну, да, каждый день я его запускаю, смотрю, наблюдаю. Если какие-то вопросы возникают, мы созваниваемся и решаем какие-то возникшие проблемы. То есть вы, в принципе, не сидите вместе? Вместе, нет. Вместе, нет. Это, так скажем, перспектива наша и желание в будущем, чтобы мы... Ну, это не такая глубокая прям перспектива. Я еще хотел таком сказать, что, в принципе, мы сейчас на таком этапе, когда особо новых идей уже, ну, не то чтобы не можем, а пока не видим смысла генерировать. У нас идет процесс больше оптимизации, скорее. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что если какая-то стратегия или какой-то алгоритм, который приносит нам, ну, соответствующие, там, проценты, ну, нормально себя подтверждает в течение какого-то периода времени, то мы, ну, скажем так, другие направления, ну, не то чтобы их прикрываем, да, но как-то их замораживаем. Ну, теоретически, то, что вы делаете, статистически, это очень правильно, бизнес так и должен развиваться. Есть, образно, более прибыльные направления. Да, то есть, центр прибыли. Центр прибыли, что нам приносит прибыли? Это, на самом деле, очень умно, здесь не надо математиком большим быть. Да, это привыше так. В бизнесе так устроено, ты развиваешь более, да. То есть, а кто третий? Третий, это мой брат, вот. Сережа прям так вздохнул. Я тоже не понял. Завиду ему белой завистью, он улетает скоро в Таиланд, привет ему, кстати, от нас. Вот. Здесь можно с прямой эфир, можете переветы передавать родственникам и все, у нас, в принципе, передача не рекламентирована. Самое главное, чтобы не было там никаких слов, потому что меня постоянно, я должен себя контролировать. Я вообще больше трех месяцев уже матом не ругаюсь, и мне иногда очень тяжело, на самом деле, это очень тяжело. Я в последний семинар, мне пришли даже студенты, сказали, что, Александр Михайлович, наверное, подменили вас. Потому что очень тяжело. Так, твой брат, старший-младший. Старший брат, да, мы занимаемся уже тоже, мы с ним занимались еще как бы до знакомства с Сергеем этим делом. У нас не было никакого робота, мы больше, как сказали, да, больше как бы генерируем идеи, то есть смотрим, как и что лучше. Ну, закономерности и все. Да, 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 да. Но он еще плюс как бы занимается, ну, пока не занимался, сейчас уже в меньшей степени, это, ну, вот, привлечение там каких-то, может быть, там... Капитал. Ну, да. Понятно. Сейчас мы этим уже как бы, нас это не интересует на данный момент. Понятно. Ну, есть свои средства, все его хватает. Да, да. А вопрос следующего характера. А кто пишет? Пишет, есть человек. Удаленно? Ну, как удаленно. Я имею в виду удаленно, то есть, как бы просто... Нет, мы его знаем, мы его... Да, программист, он все. За свою работу получает деньги. У нас очень, у нас очень непопулярный, наверное, язык. У нас не C-Sharp, не C++, там не какие-то там другие, которые вообще просто... C-1. Я вообще, для меня это как абракадабр. Что это за язык? Ну, купайл. Обычный язык века, где можно скачать инструкцию в левом квике, написать все. То есть у вас образно простенькие вещи? У нас такой очень простой, у нас совсем простые вещи, я же говорю. Мы не математики, не программеры там какие-то. Не, ну это очень хорошо. У нас очень все просто. Обычно такие вещи как раз и дольше всего и работают. У меня просто очень много знакомых именно в этой среде были, там, с 2000-х годов. Я тоже всегда руками торговал, и для меня это что-то... Там я когда слышал программы, коды и все остальное. Ну, вот мне ребята говорили, у меня один из ребят, который у меня учился когда-то в 2003 году, он работал в Лимон Брадерс, тогда покойном Лимон Брадерс, и как раз работал программистами, и он рассказывал, что как раз именно самые простенькие модели там, они как раз бы дольше всего и работают. Все, что где-то на каких-то супер каких-то странных закономерностях, это как раз и менее продолжительная работа. Ну, возможно, я не знаю, если он так говорил, так, наверное... Так, и чем занимается старший брат? Старший брат сейчас уже просто, опять же, оптимизируем, и генератор идеи, как вы говорите. Один из генераторов идеи. Вообще мы все генерируем идеи, все втроем. Кто, как говорится, такой небольшой мозговой штурм. Как у вас, например, это идет? Первое приближение, второе приближение, да, сначала идейка? Сначала идейка, но так как я говорю, что у нас очень простые алгоритмы, совсем простые, то их не так много, вот. Пытаемся понять, точнее, сейчас скажу, как это... Мы пытаемся найти некий фильтр, когда мы можем совершать ту или иную операцию, когда нет. Фильтр — это... фильтр может... Все, что угодно, временной, понятно, любой параметр. Любой параметр, да. Останавливаюсь там на каких-то своих определенных фильтрах, и пока никаких фильтров больше не применяем. Скажу, что это скользящая средняя какого-то такого старшего, так сказать, таймфрейма. Ну, конкретно какая, это, наверное, не так интересно. Да, это абсолютно не имеет значения. Просто это скользящая средняя отсекает некие, так сказать... Работа по тренду против тренда. У нас в августе мы сделали, правда, за счет первой и последней сделки, 4200 пунктов по индексу РТС. Он уходил в минус. Если вы помните, в августе сначала был рост, потом все это слилось, пошло в минус. И последняя сделочка чуть нас вывела в плюс в итоге. То есть там, по-моему, есть шабаринка. И сколько, допустим, сколько вы в минусе сидели? Сколько, чтобы понять, сколько вы могли пересидеть? А, минус был 3500 пунктов. Я имею в виду месяц к месяцу. 3500 пунктов мы сидели, да. Просадки. Просадки, да. То есть до такой степени надо верить статистике, чтобы действительно сидеть 3500 пунктов. Да, да, да. 3500 пунктов это было в августе. А так, максимальная просадка еще больше у нас была. Максимальная просадка у нас была... Месяц сейчас смогу ошибиться. По-моему, если не ошибаюсь, это был ноябрь 2011 года. Ноябрь 2011 года. Это было 6700. Это где-то порядка 4%. Дело в том, что мы... Ну, 4% на год, да? Где-то так, да? Да. Дорогие друзья, мы продолжим нашу беседу с интересными гостями. Сергей Лепехин, Эльгиз Кутузов. Трейдеры, участники конкурса ЛЧИ под ником роботсервер1989. Прямой эфир 651099, и у нас короткие новости. Дорогие друзья, еще раз добрый вечер. У нас прямой эфир 651099, и у нас в гостях Сергей Лепехин, Эльгиз Кутузов. Трейдеры, участники конкурса ЛЧИ под ником роботсервер1989. Эльгиз, ты, в принципе, начал рассказывать о том, что была просадка. В принципе, 6500 пунктов это где-то порядка 4%. Но я уверен, что вы все используете плечики. Иначе там 120% за 3 месяца, к сожалению, не сделаешь, чудес не бывает. Просто расскажи людям, насколько надо сильно верить в свою систему, в свой алгоритм, чтобы сидеть там 6500 пунктов против себя. В абсолютной величине это не страшно. Но если ты сидишь, например, с пятым-шестым плечом, это 25-30%. 25-30%? Ну смотри, это вы говорите, если на всю, как говорят у нас. Нет, почему не на всю к атлету? У нас 23% от ГО. 6,5, четвертое плечо у вас. Ну я не знаю, как вы считаете, четвертое плечо к чему? Ну если... Допустим, у вас есть там, не знаю, там 40 тысяч рублей. Ну смотри, у нас есть 100 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, правильно. Значит, вы используете 2,5 плеча. Ну 100 тысяч у нас стоит контракт. Ну да. РТС. Если используешь 40 тысяч, 2,5 плеча, да? Да, 2,5 плеча. А ну это не страшно. Ну 2,5 плеча. На игру что? Иногда мы увеличиваем это, иногда уменьшаем. То есть это такое... Потому что использовать, в принципе, 2,5 плечо и сделать 130%, например, это в среднем 3... Нет, на конкурсе мы чуть побольше использовали. Тут вопросов нет. Тут понятно, что мы использовали периодично, иногда и на все 100. На котлеточку. На котлеточку, да. Вот. Я, честно говоря, не мастер убеждать там людей, как-то что-то такое. Не знаю даже, что по этому вопросу вам ответить. Нет, мы не занимаемся убеждением. Мы не занимаемся убеждением. Я говорю, что вы спросили, насколько нужно верить в свою систему. Да. Могу сказать, что проанализировали мы 10, 11 и от 12 года. То есть просто получилось так, что вы сидели, потому что статистика показывала, что это нормальное явление. А как еще? Понимаешь? Дело в том, что... Как еще можно это определить? Никто же не знает, что будет в следующем месяце. Ты очень правильно только что сказал, как еще. Но дело в том, что я уверен, что, допустим, те 6 лет, то, что ты в трейдинге, и ты сколько? Два года, да, Сережа? Да. Два года. Вы видели огромное количество людей. Ты даже, видишь, вы мне напомнили, что в прошлом году приходили там на нашу образную встречу. На последней партии сидели. Да. На встречу по снегов. Ты видел, как бы люди приходят. Вчера даже баталия была там на смарт-лабе. Всех учат абсолютно одинаково. Только один человек показывает там феноменальные результаты. А другой нет. Почему? Это сугубо персонально. Я вчера там не хотел влезать ни в какие разборки, но там был разговор по поводу спорта. Я сам, когда 11 лет профессионально спортом занимался, да, 6 лет. И нас у тренера таких было там 30 человек. У нас был всего один человек чемпион Европы, а нас КМС, мастеров спорта, там ребят были, перворазрядников и все остальное там. Была куча. И мне образный человек пытался доказать, что это потому что тренер. Это не потому что тренер хороший, а это потому что у тебя голова на плечах. Например, ты человек, видишь, без там математического образования, без там навыков программирования. Вы смогли сделать то, что не могут другие. Значит, у вас есть то, чего нет образа у других. Поэтому ты правильно сказал, а как иначе? Иначе очень много. Иначе ты делал до этого, когда слил три депозита. Вчера просто очень интересная статья была. Я написал один из моих студентов, 3 года пробыл в трейдинге. Очень большие ставки делал на трейдинг. Очень большие. Буквально прямо написал письмо. Я его опубликовал на Smart Lab для того, чтобы люди видели на самом деле какие-то горькие моменты нашего бизнеса. Понимаешь, все, например, на тебя посмотрят и говорят, как здорово. Но люди никто не видят, как ты пережил три потерянных депозита. Все уже видят у нас конечный результат, когда уже выходит эта красивая кукла, одетая там, да, с сережками, с надувными губами и со всем остальным. И один из моих студентов, он, в принципе, написал. И парень довольно-таки толковый был. Он три года почти отдал в трейдингу и ушел. Потому что, ну, деньги он не потерял. Никогда он деньги не потерял. Он просто как бы говорит, я бьюсь в стенку, я готов ее пробить, а он профессиональный спортсмен. Но я боюсь только одного, что за этой стеной будет стоять другая, об которой я поломаюсь. И пост вывозил очень много баталий, типа, причина, поставь все остальное. Я просто хочу, чтобы мы сейчас вместе с вами попробовали донести людям. Я хочу именно и твое мнение послышать, и Сережа на мнение. Вот ты шесть лет назад пришел. Да. Давай теперь Сережа начнем. Вот ты пришел два года назад, да? Да, два года назад увидел там рекламу Форекса и еще что-то. Я вообще долго себя искал, где бы найти свое, так скажем. А у тебя образование? Образование вообще не связанное с трейдингом. Простое, так скажем, высшее образование. Учился я в МАДИ, в Московском фамилино-дорожном институте. Получил там высшее образование. Дальше я работал в компании, которая занимается пленками. Мы делали хромированные машины. То есть совершенно тема не связанная с трейдингом. Ну и как-то тоже себя не особо комфортно чувствовал, потому что, ну, не мое это. Потом дальше начал общаться со своими друзьями. Так получилось, что в моей компании, в моем круге общения, только единственный человек, который увлекается трейдингом, не то что увлекается, а как бы видит себя в этом, это только вот его брат. Я с ним очень тесно общаюсь, и он меня познакомил с Эльгизом. Я начал в это направление вникать потихонечку, по крайней мере пока сам. Начал сливать на Форексе деньги. Вот, понял, что Форекс это вообще не та тема, к которой нужно стремиться. Это все... Тебе. Мне именно. Есть люди, которые, может быть, и хотят там что-то делать. Да, конечно, я никаким образом Форекс не обижаю. Просто я говорю, что Форекс это не мое, потому что там именно идет игра. То есть там никакой, для меня, по крайней мере, никакой стратегии нету. Там деньги я не буду зарабатывать. Там чисто ты как приходишь в казино, и все. Вот, там нужно иметь большой депозит. По крайней мере, это мое суждение. Иметь большой депозит, и тогда уже можно там нормально зарабатывать. А там с тысячу, пятью тысячами долларов там делать, мне так кажется, нечем. Вот. Ну, по крайней мере, для меня. Я там помню эти моменты, когда я на серебре столько слил денег. Вот. Ну, это тоже меня привело туда с точки зрения азарта. Потом я понял, что это не то направление. Начал уже более глобально изучать, так скажем. И вот перешел на срочный рынок. Походил на семинары, посмотрел там какую-то литературу, почитал и понял, что, в принципе, это все, конечно, полезно. Это все нужно. Там посмотрел семинары на Финами, везде там ходил. Ну, в общем, понял, что это не то. И начал просто наблюдать за рынком, начал просто смотреть и понимать, что все ошибки, которые мы совершаем, и все деньги, которые я потерял, и вообще люди в основном теряют, это стоит, ну, 90% это психология. И вообще считаю, что в трейдинге-то, в принципе, там глупых людей нету. Там все люди достаточно образованные и, так скажем, сильные. Люди приходят сюда, пробуют себя и, вот как вы говорили, уходят, да? А очень люди, которые... Представляешь, три года как бы это серьезно попробовать? Человек действительно с утра до вечера ходил на работу. Естественно, если ты не зарабатываешь деньги, ты их откуда-то должен тянуть. Ну, понятно. А самое главное, к чему я веду, что психология трейдера делает человека, ну, так скажем, жизненный стержень очень серьезным по жизни. Ты, вот, я, например, мне молодой, да, мне 24 года, у меня жены там семьи пока нету, вот. А у других людей, например, есть. И вот когда ты что-то потерял, да, ты должен прийти так же домой к жене, к детям и с нормальным настроением. И дальше тянуть семью, вот. Вот это самое главное. И если ты что-то потерял, то нормально на следующий день взял, начал и опять работаешь. Вот. И это меня очень мотивирует, потому что сам, ну, по жизни такой человек, когда мотивация мне помогает. И трейдинг, в трейдинге я именно это увидел. Не то, что там именно зарабатывать, там, высокологометрический трейдинг меня привлекает, а преодоление самого себя. Я думаю, что любой человек, если сядет и посмотрит на график и поймет то, что есть какая-то закономерность, и не будет там включать голову то, что я там думаю, я считаю, будет, ну, как все привыкли играть. А я тебе, извини, я обрежу тебя сразу, вот это и проблема. Как тебе включать голову? Вот, психология, это самое главное. Ну, это красивое, ты понимаешь, проблема в том, что книжек написано море. Мотивация. Советов написано, мотивация, все прекрасно знают. Вот ты правильно сказал, понимаешь, ты как бы уже говоришь устами состоявшегося человека. Я увидел, я наоборот, ты пойми, я с тобой на одной волне. Потому что я так же сам понял эту вещь, что любая глупость меня будет наказывать деньгами. И самая большая проблема, как ты правильно сказал, это психологический фактор. Это улетает 97% только из-за психологического фактора, потому что человек себе написал на бумажке, а сам потом не может сделать. Так вот, ты знаешь, я по сегодняшний день, я преподаю 6 лет, и у меня, в принципе, есть довольно-таки много учеников. Я не хочу ими рисоваться, у меня есть молодой человек, который там прошлый год сделал больше 2 миллионов долларов. Один из моих самых успешных учеников, в принципе, заработал больше, чем заработал я. И он просто реально отключил образ на голову. Но когда ты его спрашиваешь, как, ответ на этот вопрос не существует. В этом-то и проблема. Ни одна книжка, ни один там видеоролик, ничего не поможет. Как даже, мне многие говорят, Александр Халович, дайте совет, я не могу дать совет. Помните фильм, там, Я робот, да, он постоянно включал, там, профессор, а он говорит, ты правильно задавай свой вопрос, я ограничен в ответах. То есть, люди действительно, может быть, и не стоит задавать вопрос себе, как это он сделал, а просто понять, что, с одной стороны, это реально. И результат чего это, чем он пожертвовал, да, может быть, прошлыми, как, ну, в прошлом что-то, что-то такое сделал, да, что он к этому пришел. Вот что конкретно? Конечно, он скажет, ну, как, как, здесь купил, там продал, чего, как, что тут еще. Ну, он скажет, ну, понятно, что так, ну, а как вот ты там, удача, там, опыт, какой-то, как говорят, чуйка, там, интуиция, не знаю. Ты знаешь, что самое интересное? Все это вместе, да. Самое, не просто самое интересное, а самое нестандартное то, что профессиональные спортсмены, люди, которые действительно, вот кто, как непрофессиональный спортсмен, может, там, понять, да, что надо, там, бить в одну точку 20 раз, одно и то же делать. И, тем не менее, тем не менее, через меня прошел не один профессиональный спортсмен. Когда я говорю профессиональные спортсмены, я говорю мастера спорта. Да, у меня даже была девочка-студентка, мастер спорта международного класса. Которая просто ехала крыша до такой степени, да, и я задаю вопрос, а она ответить не может. Вот ты руками торгуешь, Серёж? Да. И как? Хуже, чем робот. Нет, я не против робота. Робот у вас, я понял, уже всё с роботом нормально. Я не веду эмоционально. Адренали эмоционально? Ну, да, эмоциональные срывы, это, конечно, для меня серьёзно бьют. Я тебя даже расстрою, не только от тебя. Всех. Я понимаю. Ну, как это ты борешься? Я ещё самое главное заметил, что когда ты теряешь деньги, ты испытываешь какой-то эмоциональный срыв. И когда ты зарабатываешь деньги, ты тоже испытываешь эмоциональный срыв. Потому что высидеть какую-то позицию, и ты знаешь, что сейчас ещё не время закрывать, а нужно ещё подождать, потому что твоя стратегия предусматривает именно закрытие в определённый момент. И вот это тоже очень сложно. Не только когда ты теряешь. Зарабатывать тоже сложно, пересидеть это эмоционально. А как я это в себе вырабатываю, как я это переношу, ну, нормально. Я отношусь к этому, что все будет хорошо. А твоя стратегия, например, как-то пересекается со стратегией робота? То есть похоже? Конечно, конечно. Но у нас много различных вариаций, да, так скажем, что-то там изменяем. Но, в принципе, кардинально это все в одном русле находится. Кардинально. Здесь нет ничего серьезного и ничего сложного. Нет, мы не имеем в виду. Дело в том, что, понимаешь, нас после этой передачи будут обвинять, скажут, о, ребята, час поговорили, и они о чем мне рассказали. Ну, а ты понимаешь, что можно рассказать в радиопередаче? Я думаю, что вещи, которые, например, вы рассказываете, они гораздо более важны. Вот, например, получили письмо, да, вот представьте себе, молодой человек задает вопрос. Это не по сегодняшней передаче вообще. Хотелось бы, чтобы ваша передача выходила бы несколько раз в неделю. Хотелось бы, чтобы передача имела более практический смысл. Можете ли вы выделять там 15-20 минут в день передачу по трубрику советы, практика с Герчиком, который вы сами лично бы разбирали реальные сделки и давали практические советы? Ну, как вы представляете, можно разобрать реальную сделку в радиоэфире. Вот, ребята, посмотрите сюда. Если там на канале РБК у ребят есть монитор, по которому, например, хотя бы можно показать какой-то график, то у нас, к сожалению, монитора нет. Ребята, давайте немножко поактивнее принимайте участие. Я не имею в виду вас, я имею в виду наших радиослушателей. У нас прямой эфир, и гости на самом деле очень интересные. 6 5 10 9 9 и 6 и адрес нашей программы финам.фм. Пишите нам, звоните нам. Гости у нас очень интересные. Такие гости не приходят каждый день. Это участники ЛЧИ и почти призеры. А у нас сейчас перерыв на новости. Дорогие друзья, еще раз. Последняя финальная у нас 15 минутка. Телефон судья 6 5 10 9 9 и 6. Я понял, в принципе, ваша неактивность. Вы как пчелы. Сейчас просто сразу после Нового года кто-то еще не отошел, кто-то еще не успел отойти. Поэтому придется нам с вами сегодня вот так вот в пассивном формате вести эту передачу. Ну, давайте, скажем так, последняя у нас 15 минутка будет называться советы от Сергея Лепехина и Льгиза Кутузова. Давай вот с тебя начнем. Ты помоложе, да? Да. Давай молодым у нас дорога. Советы. Поэтому, да. Давай именно несколько советов, как ты начинал. Потому что, я думаю, это гораздо лучше, чем просто посидеть и на графике показать. Вы правильно сказали. Надо смотреть закономерности. Вот у нас, по-моему, есть у нас звонок. Звонок, кто-то нам дозвонился. Вот как наше, видишь, как вот наедешь, наедешь, у нас сразу звонки начинаются. Как ни наезжаешь, все, у нас все в машинах едут на автопилоте. А сейчас, если нам звонок будут, там выведут его. Давай, Сереж, тогда с тебя начнем. Совет начинающим трейдерам. Ну, я бы хотел дать, чтобы... Дать. Хотел бы сказать, что люди всегда бы шли к своей цели. Упорство всегда было. И просто сидели, наблюдали. И не включали эмоции. С холодной головой всегда сидеть, смотреть на графике. Ничего страшного. Устал. Нормально. Завтра будет такой же день. Встал с нормальной головой. Сидишь и дальше... Сереж, ждите, я перебью. У нас звонок. Алло. Да, добрый вечер. Вы в эфире в прямом. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я вот слушаю ваше радио уже где-то полгода. Недавно еще слушаю. Не надоело? Да нет, пока интересно. Слава богу. Как бы, ну, я в тренинге пока еще не участвую. Вот сейчас решил себя попробовать в этом деле. Как бы вопрос у меня простой. Как бы... Можете что-нибудь советовать для начала? Как-нибудь, не знаю. Вообще, с чего лучше начинать? Такой, может быть, простой вопрос. Книг каких-нибудь. Ну, ничего страшного. Давайте тогда мы все ответим на этот вопрос. Сначала начнем с гостей, и потом я закончу. Сережа, что бы ты посоветовал, молодой человек? И вы сделаете, как бы, свои выводы, послушаете три разных мнения. Вот вопрос ты слышал, да? Да. Ну, начинать нужно, прежде всего, я так понимаю, с понимания рынка. Что это такое? Вообще, из-за чего складывается график? Что влияет на изменение цены и так далее? Там, я все прекрасно понимаю, что есть два вида анализа. Это, там, технические и фундаментальные, да? Но, вот, нужно, прежде всего, понять, куда, из-за чего двигается. После этого нужно себя в жесткие рамки поставить. Прямо с самого начала. Это как, вот, научиться плавать. То есть, надо сначала, прямо, взять себя, кинуть в воду. И, вот, если выплывешь, все будет хорошо. Вот, надо то же самое. Это с точки зрения психологии, я имею в виду. То есть, никаких себе поблажек не надо давать. Встал утром, сел за график, сидишь, смотришь. Закончились торги, все, лег, там, сделал работу над ошибками, лег спать. Завтра встал, опять то же самое, наптонное. Все как в спорте. Это, прежде всего, для начала. Все остальное придет с опытом. Только опыт здесь поможет. Если там читать что-то, я думаю, что это уже лишнее будет для начала. Только опыт. Опыт и понимание. Ну, это мой главный совет. Я сам только начинающий. Все остальное, это уже гуру трейдингов. Давай, молодой человек с феноменальной фамилией. Кутузов, конечно. Откуда, кстати, фамилия? В каком плане? Ну, в прямом. Может, ты дальний родственник какой-то? Смоленского к великому князю Голенищеву Кутузову иметь. Ну, а почему нет? Конечно. Как же еще, безусловно. Поэтому ты слив три депозита, потерпев три поражения, все равно кинулся в бой. Проиграть в поражении, значит, проиграть в бой, значит, проиграть в поражении. Значит, я, наверное, чуть другую, чуть плоскость. Вот, к сожалению, не расслежуешь, как зовут звонившего. Алексей. Алексей, три блока. Вначале чуть-чуть, так вот, больших три блока. Первое, настроение. Второе, статистика. И третье, это работа над собой и работа, в принципе. Настроение. Сюда мы включаем это, чтобы всегда человек понимал, с каким настроем он идет торговать, чтобы он всегда торговал только на позитивной ноте. Если у него, ну, совсем, да, конкретно, болит там голова, если он болеет, если какие-то у него там нету времени, постоянно что-то такое, недоволен кем-то, это сразу видно, и самое главное, что он сам это знает. Торговать не нужно. Сюда же настроение я вкладываю терпение, что, как бы, как постройству, терпение, труд, все и перед труд. Терпение, терпение, еще раз терпение. Это первый блок. Он самый основной, он самый нормальный, может быть такой абстракционный, да, то есть его трудно, может быть, там, новичку сразу же как-то понять, но позитив и терпение — это на первом месте. Второй блок большой — это статистика. Только потом можно смотреть на график, смотреть на то, по какому принципу ты будешь торговать. там, не знаю, там, сосед поздоровался, я покупаю, или там дядь, тетя Маша там прислали. То есть можно трансформировать это то, что... Это статистика, это большой объем данных, которые нужно проанализировать. Сделать тебе алгоритм. Да. Я понимаю, что ты пропишешь правила. Это, конечно, тяжело, особенно, вот, как Алексей, может быть, если он говорит, что как начинающему трейдеру, это тяжело сделать, но это сделать необходимо. Это статистика. Надо понять, как ты это будешь делать, что, как вообще, как это все работает. И третий большой такой, скажем так, раздел — это работа. Работа сюда включает, как и постоянно что-то оптимизировать, потому что есть мнение, что рынок как-то меняется со временем, хотя стратегически, если мы посмотрим, да, то, в принципе, там, за 300, за 400 лет много чего не изменилось. Это психология. И работа в том плане, что нужно работать над собой, смотреть, ну, сюда все, что угодно можно уже включить там, и обязательно выставлять стоп-приказы там, и работать с небольшим плечом. И это уже, как бы, такой третий блок. Он тоже существенный, но это уже... Он может быть даже существенный на первоначальном этапе, потому что, когда уже есть какие-то наработки, есть, так сказать, за что уцепиться, встревают уже другие какие-то моменты, а-ля психология, там, терпение, статистика и так далее, так далее. Вот так вот. Леш, я вам дам тоже несколько советов. Сережа дал хороший ответ, разверну его. На самом деле, графики абсолютно верны, то есть, можно человека глаз приучить, если вы постоянно, например, будете смотреть графики. Ну, с чего начать? Элементарно первое, выберите инструмент. Я думаю, что ребят со мной согласятся. Скорее всего, это должен быть какой-то недорогой инструмент, что-то из разряда RTS, фьючерс какие-то, или Сбербанк, или ВТБ, с небольшой суммой денег, особенно в самом начале. Второе, естественно, графики. Можете также посмотреть, очень много информации есть на YouTube, огромное количество роликов. Да, посмотрите того же там Алексея Майтрейда, у него неплохой видеоролик есть там по понятию рынка, посмотрите видео, например, моё покупатели, продавцы. Пока попробуйте ограничиться небольшими расходами, так как вы заходите в новый бизнес, и с нахрапом не получится, как раз статья вчерашнего Smart Lab, что нужно начинать очень медленно, очень спокойно, то есть, да, просадить деньги вы всегда успеете. И графики, Серёжа правильно сказал, графики, графики, графики. Ильгиз его дополнил тем, что действительно старайтесь уже более психологические факторы делать с самого начала, потому что многие люди, в принципе, когда начинают, они не совсем правильно начинают, из-за этого потом складываются проблемы. Совет один, на самом деле, читайте как можно меньше информации, потому что информация любого человека, это просто его личное мнение, оно может быть ошибочным, особенно книги по психологии, их написано там десятки, а то и сотни книг по психологии, в 100, 200, 300, 400 страниц, но, к сожалению, ни один человек, не прочитав эту книгу, назад в трейдинг не вернулся, поэтому практика, он Ильгиз хочет дополнить. Ещё буквально совсем, из-за этих трёх больших разделов, естественно, втекает то, что я хотел сказать, может быть, основное уже на каком-то этапе, может быть, это больше уже не для начинающих, а для следующих, так сказать, следующие ступеньки, это цель, то есть цель в трейдинге, нужно понять, зачем ты тут, и что ты... Вот ты знаешь, хочешь посмеяться, я вчера, когда опубликовал письмо, на Smart Lab, значит, там было опубликовано письмо, и после письма были три ремарки, три ремарки составляли, состояли из трёх вопросов, вопросов как раз были те, которые вы сегодня освещали, после которых, образно, некоторые люди начали писать, что это всё ерунда, такие вопросы надо, вопрос был номер один, первое, для чего вы в трейдинге, для чего вам трейдинг нужен, финансовая независимость, очень неплохо, но тогда вы должны знать, что вы делаете, вопрос номер два, что вы готовы для этого сделать, и вопрос номер три, когда вы себе говорите нет, просто три простых вопроса, вот как раз ты начал раскрывать тему, раскрывай до конца. по поводу цели вы имеете, то есть да, нужно понять вообще, вот там, я пришёл там торговать с чем-то таким, для чего это нужно, что понять, если действительно это получить некую финансовую автономность от кого-то или от чего-то, да, то это одно, если понять, что я это делаю, я как состоявшийся, ну, примерно, какой-то человек, который состоялся уже в бизнесе, там, в жизни и так далее, ему просто приятно совершать правильные действия, вот он совершает, и постоянно, ловит от этого кайф, а если он хочет, допустим, получать постоянно адреналин, работает там, не знаю, там с каким-то немедленным там плечом, и, соответственно, любит порисковать там, ну, разные все типы. Знать конкретно, ради чего ты пришёл в этот рынок. ради чего ты пришёл в этот рынок, да, и понять вообще, для чего тебе это нужно. Вот тогда ответ сразу, ты на вопрос, и Серёжа потом ответит, ради чего ты пришёл, 6 лет назад. 6 лет назад я пришёл для того, чтобы в перспективе, ну, получить какую-то финансовую независимость. То есть ты себе, в принципе, уже тогда ставил какую-то... Или, так скажем, даже не то, чтобы независимость, а некий альтернативный, может быть, какой-то пассивный доход. А ты тогда работал где-то? Да. Где? Ну, в инвестиционной компании. Вот, и продолжаю там до сих пор работать. То есть ты параллельно? Да, параллельно занимаюсь. А ты, Серёж? Ну, наверное, так же для пассивного дохода, но глобальная цель была найти себя и для того, чтобы в будущем не то, чтобы работать на кого-то, да, а жить, а не прожигать. То есть вот именно пассивный доход, роботы, они способствуют этому. То есть ты ни от кого не зависишь, ты ни на кого не работаешь, никто не может прийти и сказать тебе, молодой человек, закрывайся. Да, ты знаешь, недавно, что произошло в газете, я читал. В Чечне украли программиста, который написал, серьёзно, это правдивая история. По-моему, три или четыре месяца назад в Чечне украли программиста, приковали его там к батарее, и он написал программы. Это в новостях было. Представляете, что уже делается? ничего хорошего. Жизнь одна дана. Так что вы смотрите, вы с лучи очень аккуратно. Ну, вы же не программисты. А то всё равно, знаете, фамилии тут всё, потом скажут, ребята, начинаем работать. Конечно. Приходите вообще. Решим эти проблемы. Вот у нас осталось полторы минуты, я бы хотел, чтобы, опять же, каждый из вас дал по несколько советов, потому что задать вопрос, на чём основан ваш робот, и даже если кто-то хочет раскрыть грааль, вы уже, в принципе, сказали, это какие-то простые наборы каких-то паттернов, каких-то графических систем, на которых вы заметили какое-то несоответствие, или какие-то повторы. Вот по 30 секунд у каждого добрые советы от Сергея Лепёхина. Да вообще хочется, чтобы больше людей было в трейдинге, в Америке вообще каждый... Для чего ты хочешь у них деньги собирать? Нет, чтобы круги интересов были, и общение было между людьми. Ну, это интересно. Ты знаешь, да, в России, поговорка какая, лучшее счастье, это горе товарища. Горе товарища, да нет. На самом деле, это очень интересно, на каждом девайсе, планшете, везде это есть уже, это интересно заниматься прежде всего. Вот. Что хотел еще сказать? Ну, совет какой, не надо думать, что вы умнее других, надо просто плыть по течению, подчеркнуть оттуда чуть-чуть, и все, и уйти спокойно. А если оно у тебя с горочки? Ну, значит, это уже ошибка. У тебя 10 минут, 10 секунд, 15. Терпение, работа, и позитивность. А любовь к трейдингу? Любовь к трейдингу, это как? У тебя есть любовь к трейдингу? Не сказал бы, нет, наверное. Дорогие друзья, то есть, сугубо материальный интерес? Я говорю, не только любовь, но что ты. Дорогие друзья, у нас в гостях были Сергей Лепехин, Ильгиз Кутузов, трейдеры, участники конкурса ЛЧи, под ником роботсервер1989. Ребята, с Новым годом. Спасибо.